Всем привет! Показываю свой метод рекрутирования. Я рекрутирую на доске Авито. Почему выбрала эту доску? Потому что там находится наша целевая аудитория. Там очень много людей, которые ищут работу. Сейчас я вам это покажу. Авито. Заходим. Почему еще Авито? Потому что здесь не требуется регистрация, здесь нет блокировок аккаунтов, здесь не нужно кучу аккаунтов создавать, как в социальных сетях, нам нужно много страниц. И, как я сказала, здесь наша целевая аудитория, которая ищет работу. Как видите, резюме 6 с лишним тысяч, а в оказии всего 858. То есть работать, не переработать. Так, выбираем как раз резюме. Выбираем город, в котором хотим поработать. На ваш выбор. Ну, пусть Астрахань. Дальше. Здесь можно выбрать целевую аудиторию, с которой конкретно вы хотите работать. В графе пол можно указать конкретно мужской или женский. Можно не указывать, тогда у вас будут все. Как вам удобно. Возраст, опять же таки. Смотрите сами по себе. Вот с какой аудиторией вам самим комфортно работать и общаться. То есть это ваши потенциальные бизнес-партнеры. Это потенциальные люди, с которыми вам дальше общаться, сотрудничать, созваниваться, может быть, вместе на банкеты ездить, отдыхать. Это ваши коллеги будущие. В принципе, я бы здесь больше ничего не отмечала. Сфера деятельности, графика и прочее. Меня они особо не интересуют. Смотрим. Пожалуйста. Массажисты. Массажисты. Сколько же здесь их? Много. Девушка, 18 лет. Косметолог. Ну, пожалуйста. Почему бы и нет? Секретарь. По кадрам. Очень хорошо. Продавец-консультант. Здорово. Дальше. Тех, кого я уже отметила, да, кого я просматриваю, я просто открываю вот в новой вкладочке. Они вот фиолетовым цветом горят. Тех, кого я не смотрела, это голубенькие. То есть, завтра, когда вы зайдете, даже вот на тот же самый город, вы уже увидите, кого вы просматривали, а кого нет. Опять же таки, видите, резюме размещено сегодня. Сегодня. Все свеженькие. Не застарелые. Ну, допустим, вот так. Достаточно, я думаю, для примера. Так, а здесь требуется. Схитрили. Ищу работу. Здесь есть вкладочка «Написать сообщение» либо «Показать телефон». Если человек, когда размещал свое резюме, указал электронную почту, то вот эта вот вкладочка есть. То есть, нажимаем сюда, пожалуйста, мы можем написать ему сообщение. То, что мы ему напишем, придет ему на электронную почту. Что же пишем? Шаблоны, в принципе, стандартные. Я написала вот такой. Вот, села и написала. Его я и буду использовать. Здесь, как видите, пишу, что готова рассмотреть резюме, требуется сотрудник в интернет-магазин, то есть, прописываю, что это интернет-магазин. Указываю вакансии, график и зарплату обсуждаем на собеседование. То есть, я не расписываю, что график такой-то, зарплата такая-то, делать будем то-то, работа только в интернете и так далее. Здесь я этого не пишу. Моя задача – заинтересовать человека и пригласить его на собеседование. Но я даю ему понять, что это интернет-магазин, во-первых. Во-вторых, я ему даю право выбора, где ему удобно будет пройти собеседование. То есть, я указываю свою почту, я указываю свой Skype и Viber, либо WhatsApp. То есть, пусть пишет слово «собеседование». Так, собственно, и происходит. Куда человек удобно, туда он мне это слово и пишет. Дальше я уже с ним собеседование провожу. Вставляем сюда этот текст. Вот он. И отправляем. Сообщение успешно отправлено. Я просматриваю собеседование так, знаете, как наискосок. То есть, опыт работы и так далее я, в принципе, не смотрю. Мне это не принципиально. Я смотрю вот здесь, графу по себе. Бывает, иногда пишут, что работу только с пятидневным графиком, например, или сетевой бизнес не предлагать, там что-нибудь такое пишут. Ну, я таких не трогаю. Не хотят и не надо. Отправляем сообщение. Отправлено. Все нормально. Я уже очень быстро их просматриваю. Я думаю, вы будете так же быстро их смотреть. Здесь тоже все окей. Отправить. Отправлено. Как еще отправляем? Все мы люди продвинутые. У всех есть смартфоны. И практически у каждого есть и Viber, и WhatsApp. Можно отправить сообщение туда. Вот здесь показать номер телефона. Показывают. Я себе прямо на компьютер указала, скачала Viber. WhatsApp тоже есть, но я сейчас на Viber покажу. Вот, в принципе, отправляла я сообщение. Только вот совсем недавно просмотрено. Набираем номер телефона вот этой девушки. 937. Нажимаем на вот эту кнопочку беседа. У этой девушки Viber нет. Не страшно. Отправляем ей сообщение здесь. Окей. Так, здорово. Попробуем на этой. А, нет, другой номер. Так. 56, 73. Нет, тот же самый. Угу. Сверни. Ну, это у пользователя тоже Viber нет. Еще работа. На дому. Бухгалтер. Бухгалтеров очень много. Их прям тьма тьмущая, а работы нет. А мы им даем работу. Вот, здесь девушка при регистрации не указывала имейл. Ей можно только позвонить. Ну, или смс-очку отправить. Вот. У этой девушки Viber есть. И она даже в сети. То есть, пользуется им активно. Девушку зовут Рена. Ну, отправляем. Сообщение доставлено. То есть, вот таким образом много сообщений отправляется. И быстро. В принципе, сейчас время уже... Угу. Все-таки рекомендую такие сообщения отправлять в рабочее время. Я просто сейчас вам показываю. Так, у этого пользователя Viber нет. Ничего страшного. И так далее. То есть, в принципе, вам понятен. Открываем всех подряд, кого выбрали. Да, и просматриваем. Резюме отправляем либо на почту, либо на телефон смс-кой. То есть, наша задача человека пригласить на собеседование. Как с ним проводить это собеседование, уже решайте сами. Либо вы проводите собеседование перепиской, как обычно, да. Копируете тексты, отправляете. Либо голосом. Голосом все-таки больше рекомендую. Кто не стесняется. А кто и стесняется, ничего страшного. Можно все-таки попробовать. Потому что это наиболее эффективный метод. Живое общение, его, как говорится, ничем не заменишь. Тем более, люди чувствуют, что вы живой человек, с вами можно пообщаться. При рекрутировании голосом можно сразу отработать возражения, если они есть. И при рекрутировании голоса мы получаем сразу результат. То есть, либо да, либо нет. Если человек говорит нет, тогда предлагаем ему дисконт. Если да, то сразу же отправляем ему ссылочку и регистрируем. То есть, сегодня у меня было собеседование. Буквально 5 минут по телефону. Тут же ему, ей вайбер, ссылку на регистрацию. Еще через 5 минут я уже ее оформила. Совершенно несложный метод. Не требует никаких затрат. И он классный. Реально приносит хороший результат. И доступен, я думаю, абсолютно каждому. По способу проведения собеседований, то есть, определяйтесь. И все-таки рекомендую попробовать голосом. В конце концов, никто вам по голове за это не даст. С того конца провода трубку у вас никто не кинет. А результат будет, и будет очень хороший. Ну и переписка тоже можно. Стандартный метод, он проверенный, он рабочий. В принципе, это все по этому методу. Если что-то какие-то вопросы есть, пожалуйста, пишите, звоните. Я на связи. Пока.